Новые рынки сбыта и меры поддержки бизнеса. В городском округе Люберцы прошел круглый стол для руководителей предприятий пищевой промышленности. На вопросы предпринимателей ответили эксперты и их коллеги, которые имеют успешный опыт реализации своей продукции за рубежом. На встрече присутствовали и мы. 15 октября в России отмечают День работника пищевой промышленности. Депутаты городского округа Люберцы, которые курируют вопросы предпринимательства малого и среднего бизнеса и торговли, предложили отметить эту дату продуктивно. Организовали встречу, на которую пригласили ведущих производителей продуктов питания. Я как бы шутя всегда говорил, желательно выйти на рынок Китая и желательно с того товара иметь доход хотя бы один доллар и чтобы этот товар купил каждый китайец. И на этом можно как бы радоваться. Около месяца назад одно из люберецких предприятий сумело найти выход на китайский рынок. Представитель торговой марки дядя Ваня поделился на бизнес-завтраке секретами успеха и историей создания компании. На самом деле наша история это, наверное, классическая история для тех компаний, которые начинали в 90-х. Я так понимаю, что многие, кто начинал в 90-х и присутствуют здесь. Начали мы с трейдерства. Купи-продай по-простому. И если говорить об огурцах, то начали мы их производить в Индии на заводах и завозить в Россию под наши торговые марки. Немаловажную роль в процветании бизнеса играют меры поддержки. В Московской области существует специальный фонд, который помогает в продвижении товаров на экспорт. Основные услуги, которые предлагает фонд, их всего 15. Но топ-3 это выставки, это бизнес-миссии и поиск иностранных покупателей. Если вы выбираете выставки в международных государствах, вы выступаете, показываете свою продукцию, знакомитесь с потенциальными покупателями, проводите так называемые полевые маркетинговые исследования. За 9 месяцев этого года около 100 люберецких предприятий воспользовались услугами фонда и повысили свои шансы выйти на новые внешние рынки.